Сообщение о чрезвычайном происшествии на пульт дежурного департамента ПЧС поступило ночью в час 30. В поселке Рабат Тулебийского района водитель автопогрузчика, маневрируя в темноте, не справился с управлением и упал в канал. Машина перевернулась на крышу и мужчина оказался зажат в кабине. Выбраться оттуда он самостоятельно уже не смог. Водитель не мог выбраться самостоятельно. Была вызвана наша оперативная служба. Приехав на место, быстро оценив обстановку, оперативную службу вызвали грузоподъемный кран, который поднял. После того, как подняли кран, с помощью аварийно-спасательных инструментов был извлечен пострадавший. Спасатели оказали мужчине первую помощь и через несколько минут передали его прибывшим врачам. Мужчина оделся незначительными ушибами и сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Летние дни у сотрудников департамента ПЧС традиционно горячие. Спасать людей приходится не только на суше, но и в воде. В этом году 63 человека едва не стали жертвами стихии. Беспечность на воде обходится дорого и каждый год число погибших при купании людей растет. С наступлением купального сезона, начиная с 1 мая по 30 июня, по области Южно-Казахстанской в данный момент утонуло уже 17 человек. Аналогичным периодом в сравнении с 2010 годом 12 человек. Из них в основном сейчас тонут это дети. В этом году утонуло уже 10 детей. Основная причина трагедии, говорят специалисты ПЧС, это грубейшее нарушение правил купания. Чаще всего люди тонут в открытых водоемах на реке Сырдарье, водохранилищах и в тех местах, где нет спасательных станций. И если правила поведения на воде соблюдать, купаться можно без риска для здоровья и жизни. Даня Архудайбергенов, Антон Семенов, Константин Калашников, информационная служба телекомпании «Отрар». Даня Архудайбергенов, Антон Семенов, Константин Калашников, информационная служба телекомпании «Отрар».